Моё имя Леонид Винскевич И я хотел бы рассказать о музыкальном событии, которое было важно для меня и для, думаю, что для российского джаза также. Вдруг из Курска появилось трио, в котором играл я на рояле, Сергей Винскевич на электробасе и Николай Адамов на ударных инструментах. Программа была построена на фольклоре средней полосы России. Ну, возникает первый вопрос. Как можно было к этому прийти? Потому что, конечно, в то время, а это, можно сказать, уже 45 лет назад, всё-таки было так, что ты должен был играть. Или Чарли, как Чарли Паркер, или как Оскар Питерсон. Всё остальное подвергалось большим сомнениям, имеет ли это право на существование. Но события, открытия Плёховского фольклора, потом альбом «Битч из Брю» Майлса Дэвиса, потом трио Яна Йоханссон, кто играл музыку, построенную на шведском фольклоре. И, конечно, «Лайт Аспифэзер» – это альбом «Чикарея», который был связан с испанским фольклором. И, конечно, ещё удивительный дуэт, который записали Герман Лукьянов и Игорь Брюль. Жалко, что он был поздновато издан на арт-бит буквально несколько лет назад. Мне кажется, что это было событие для всего джаза, не только российского. Это была современная камерная музыка, построенная на интонациях русских. И в один момент я понял, что, наверное, единственный путь – быть самим собой. Отсюда возникла программа, которую мы показывали в Таллине, в Москве, в Ярославле, в Фергане, в Тбилиси, в Донецке. Это было для нас огромным событием. И ещё для нас было очень важно, что эту программу приняли слушатели. И ряд критиков, таких как Ефим Барбан, Алексей Баташов, это поддержали, не говоря о том, что после выступления в Кубушево на фестивале Игорь Леонидович Лунстром, являясь председателем комиссии этого фестиваля, пригласил нас с братом в свой оркестр. Эти переговоры шли два года. Как-то получилось так, что мы не добрались до оркестра Олега Лунстрома, но сам факт, что тебя оценили, тебя взяли в объёмы тех музыкантов, которые интересны, и не кто-нибудь, а именно Лунстрома, потому что это был оркестр, один из лучших, а может быть и лучший того времени. И эти разговоры серьёзно были на протяжении двух лет. Не получилось, но это был колоссальный стимул продолжать заниматься джазовой музыкой. К сожалению, записи с Николаем Адамовым – это первый барабанщик в трио – у нас не сохранилось. Был когда-то записан целый фильм телевидением «Эстония», но он не сохранился. Но есть две пьесы, которые были сыграны из того репертуара в зале Петра Ильича Чайковского в Москве уже с Николаем Емельяном, с кем мы сотрудничали потом. Итак, я рад, что это было в моей истории и, надеюсь, это будет не безинтересно вам. Здесь Леонид Винскевич, о котором мне уже приходилось говорить, что он был интересен чрезвычайно своими такими путешествиями в русскую музыку. Как раз обратился к этому путешествию вместе со своим братом Сергеем Винскевичем, который играет на бас-гитаре, и Николай Емельянов на ударных инструментах. Так вот, это путешествие в русские песни настолько нетипично для джаза вообще и настолько модно и интересно в современном джазе, что на него стоит обратить внимание. Жаль только, что Леонид Винскевич, который выполняет на этом фестивале массу функций, он арт-директор, он заставляет филармонии десятков городов работать, он оформляет сцену, он думает о массе вещей самых разнообразных, ему еще приходится играть тонкую и вдумчивую музыку. Дай Бог, чтобы он оставался в первую очередь пианистом, музыкантом, роскошным совершенно композитором и педагогом, каким он и является. А вот обратить внимание на эту музыку нужно, потому что она оригинальна, потому что в ней русские интонации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, например, вот так ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Леонид Винскевич из Роялям Пианист, который вышел из русской провинции Вышел, понимая истоки русской музыки И ввел эту русскую музыку в джазп Причем он давно играет вот такую музыку Основанную на российских интонациях Он играет ее в России, он играет ее за рубежом В Европе, в Соединенных Штатах Америки Это действительно очень своеобразное мышление Которое совершает метаморфозу Превращает Вот эти российские интонации Которые, казалось бы, никакого отношения к джазу не имеют В свободную музыку В свободное музицирование человека Который связан корнями со своей землей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok